здравствуйте друзья привет всем маткульт привет мы с алексеем владимировичем сегодня в измайловском парке вот в издательстве университет дмитрий пожарского я ни разу еще в руках не держал я вообще не знал что такая толстая я думал такая маленькая будет книжечка а тут такой прям как это называется фолиан фолиан вот я открываю от латинского листва а то есть издательства нет просто вот смотрите открываем до множество x на прямой называется ограниченным сверху если существует . а такая тут сносочка есть на это ладно что x меньше ли равно а тут мы мы любим теоретика множественный язык то есть все множество меньше или равно какого-то числа означает что любой элемент множество не превосходит также у нас сумма по минковскому это вот я уже начал рассказывать тебе характерные особенности такие потому что любой тебя спросит на хрена нужна еще одна книга по математике то есть если взять книги по математике до тех детей достанет на которые на экскурсии у нас в парке вот и вроде как все уже написано и куда мы лезем со свиным рылом в этот ряд калашной так и то же самое мне сказал мой друг и учитель саша шейн книга она не нужна и не интересно ни о чем и ни для кого в отличие от твоих лекций то есть лекции то он любит а ведь на бумаге это все не смотрится большая работа проделана вон а филипповским школьникам тоже давали упражнения давали там работал с ними 127 упражнений в одном разделе да я думаю что будет на реально будет там их типа за 1000 хорошо вот комплексная арифметика алгебра алгебра комплексных чисел пошли комплексные дела все эти повороты тогда ригаусовые целые весь материал мат школы и в общем здесь фактически весь вот все что в от школах учат и сильно больше чем дальше тем темнее для меня рождественская терема фирма например есть вот пифагоровые тройки находятся вот задачи к двенадцатому разделу шесть семьдесят 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 четыре двенадцать девять задачи да есть что есть что освоить это очень хорошая задача пройти вот эту книгу целиком и это такая как бы ну вот кто ее пройдет тот прямо вот нормально он уже математики его но он может дальше заниматься и серьезно может понимать другие науки соответственно не бесполезно тем кто давно закончил мехмат да абсолютно абсолютно и как бы с нуля быстро вспомнят а дальше начнут как бы уже проникновение я другу как раз подарю вот вот так такие дела ну вот честно говоря есть и другие отзывы то есть отзывы есть положительные есть и так себе не буду расхваливать но наш подход состоит в том что мы как бы вот как бы с нуля да с нуля но открываем там начинаем говорить про сложение сложения чисел как вектора представляем да то есть если у тебя отрицательное число то вектор налево смотрит если ложит это направо а если 0 то вот ну и дальше там всякие тоже умножение да почему минус на минус все совершенно наглядно и на пальцах то есть первое там первое какие-нибудь 30 страниц это просто введение в визуальную математику почему плюс минус правило действия там всякие вот эти вот перестановочные законы и прочее почему это очевидно из нашего жизни просто из мира вокруг нас потом мы начинаем углубляться внутрь то есть вот например страниц 7 и 7 натуральное число называется совершенным если сумма всех его делителей меньше его равна ему сама равна еще одна опечатка мы выловили 1000 опечаток тысячу да и вот я открываю первую страницу и вижу еще одна опечатка на самом деле у нас по моему было 672 опечатки и вот я вижу да если сумма всех его делителей меньше его равно ему самому написано еще один пример это год на моем подъезде четырехдачное совершенное число пусть слушатели поймут какое вот да ну отлично да то есть тут уже там это загадка это это загадка открыт про отчетные совершенно числа все установил эйлер и каждый из них является произведением 2 в n минус 1 на 2 в степени минус 1 то есть как бы знаешь что ты лингвистический если слышишь 2 в n 2 в степени минус 1 то ты как можешь понять либо как 2 в степени n минус 1 до либо как 2 в степени n да и все это минус 1 так вот не надо запоминать потому что надо их просто перемножить от него такое и такое понимание надо перемножить и это формула совершенного числа удобно да это формула четных совершенно чисел но тут еще требуется чтобы 2 в n за вычетом единицы было простым я тут вся загвоздка потому что никто не знает бесконечное количество таких простых а нечетных совершенно чисел вообще ни одного не найдено но нет доказательства что их нет ничего не известно а ну ты можешь сам это доказать предположить что их конечное число перемножь прибавь единицу и приди к противоречию подробности здесь вот в общем тут вот у нас вот вечно а z плюс bz равно cz что значит а z плюс bz равно cz а z это множество кратных числа а целочисленных всех кто делится на bz это множество кратных числа b а оператор оператор этот плюс вот такой в кружочке это сумма минковского это значит что каждое число кратное а я складываю с каждым числом кратным рассматриваем множество всех таких чисел как я уже сказал у нас подход полностью теоретика множественная начала до конца ну в принципе как у калмогорова да он как бы не прижился на всю страну но мы тоже книгу в общем и не то чтобы я считаю что каждый школьник может ее освоить и не буду вот про это так я да я уже терминологи вот это трудный раздел совсем дальше и дальше мы считаем что уже если кто-то 202 страница таблица умножения симметрической группы с 4 4 группа клей на знакопеременная вот полная таблицей книга сложная то дальше начинается уже как-то серьезный серьезный она похожа на университетский курс но он весь как бы начальный то есть например линейные пространства только двух и трехмерные рассматриваются более старшие мы в школе не умеет идея сильный школьник может в принципе вполне университетский курс освоить и я наблюдаю таких которые совершенно спокойно все осваивают но в школе еще трудно говорить о высоких размерностях вот это школьник это такой как бы психологический момент поэтому в начале надо все что мы потом будем изучать в УЗИ прощупать на размерности 2 и 3 а а потом уже как бы по аналогии ты переходишь к большим размерам все все как все очень как бы инструктивно да так вот ты продвигаешься математику вот и соответственно это в принципе в первую очередь я бы сказал так это в первую очередь для олимпиадников для школьников олимпиадников от школы россии где-то 2000 школьников россии может могут вы еще пишете что типа учителей математики да и самое конечно главное наша самая главная наша аудитория целевая это все учителя математики да все вот это реально я каждому учителю россии рекомендую это не учебник который заменит ну как бы существующий понятно совершенно не не того жанра книга но после изучения даже как бы ста страниц и и не говоря уже о всей даже 100 страниц я думаю что так любой ну более-менее да маломайский грамотный учитель математики может освоить он совершенно по-другому математику вид он как бы он будет стоять прочно да вот представь что ты должен учить вот ты пришел в школу да а ты сам школу закончил фигово ты пришел работать не закончил фигово ты пошел там педвуз конкурс 35 эстапа и в этом нижние границы дать что такое ну и короче так вышло что пошел в учителя ну любишь детей но предмет не очень знаешь ну бывает и вот ты как бы вроде как как на байдарку ты сел первый раз а должен учить как как на ней да и вот ты сам переворачиваешь постоянно там тебе ученики обратно переворачивают ну все бывает и вот ты берешь эту книгу и ты как бы выходишь я хотел бы чтобы такую книгу написали по каждому школьному предмету да такую странную она как бы вроде ну у нее нет жанра какая-то немножко метаматематика то есть нет я бы не сказал что это метаматематика это вот лишь как она называется до введение в настоящую математику идея какая школьная программа математики как она сегодня есть она на самом деле сильно заточена под какую-то субрежку там формула на чего-то вот особенно там с приходом егэ это прям стало четко но математике глубочайшие идейные наполнения и в вузах хорошим это хорошо становится понятно то есть ты заканчиваешь серьезный пусты и петерские ну любые я тут могу перечислять рекламирующий пирс любой хороший факультет да где еще преподают как следует а в нижнем круто ну ничего там в принципе вполне да но есть десяток и пятнадцать на это место в россии где можно учиться математике там пять четыре пять самых крутых и десять еще ничего вот и половина в Москве и ты как бы это самое ты начинаешь осознавать да вот эту всю фантастическую глубину и идейность то есть уже не формулу выбрать на первый взгляд на первый как бы план а именно идейность математики а я не понимаю почему в школе оно мне делать то есть как бы идейность математики но идеи всех других предметов школе вроде как пытаются показать а математика считается что ну как бы она так настолько сложна что идейности unserer что ты пойдешь кас began Magic'e иначе ты будешь ее ненавидеть вспоминать форму funded уровне Нет, математика – идейные вещи. Вот эта книга это показывает. Вот, собственно, ее задача, ее цель, ее, по сути, ее содержание. Но дальше она завлекает. То есть, когда ты прочел эту вонную простую часть, ты начинаешь дальше читать, и вдруг оказывается, что это сложно уже, да? А какие-то шутки, хохомы есть в этот раз? Ты знаешь, боюсь огорчить. Нет, здесь почти нет. Честно говоря, нет. Вот про колонны боевой техники. Ну да, вот, например, да, истративная сказка. Представим себе Красную площадь и Парад Победы. По площади идут ровные коробки участников парада. Чтобы не нарушать красоту и геометрию движения коробок, солдаты маршируют так, чтобы в каждый момент времени между любыми двумя из них сохранялось одно и то же расстояние. Иначе говоря, они осуществляют движение прямоугольной фигуры по плоскости площади. Затем точно так же делают колонны боевой техники. Это начинается, между прочим, раздел «Вида движений плоскости» и теорема Шаля. Главы движения плоскости пространства. То есть всё отсылает тебя к образам. Соизмеримые числа. Что это такое? Смотри, что это такое. Это тоже прямоугольник, который что-то отрезан. Я помню, было это. Это же ифклит. Почему так не учить, да, в школе? Ну, потому что, как бы, в школе нельзя рассчитывать, что все её обожают. А минимуму надо, как бы, научить. Поэтому это учебник, пособие для учителей, работающих с мотивированными детьми, в том числе очень способными из детства. И это учебник для этих самых очень способных детства. То есть и для учителей, которые с ними работают, и для них самих. Игра в 15, когда ты переставляешь вот эти самые, ты, на самом деле, делаешь некие перестановки. То есть ты работаешь в группе перестановок, где 15 символов. Да. И вот оказывается, что всё, что ты делаешь... А, то есть это, типа, как машину Тьюринга, а-ля можно представить, только ещё проще. Ну, здесь всё проще, конечно, да. И тут, как бы, оказывается, что при правильном подсчёте, вот, то есть некий змейка, если ты это делаешь, получается, что перестановки всегда получаются чётные. Вот, то есть, как бы, в смысле? При выполнении разрешённых действий, сдвигов квадратиков, перестановки, которые идут от исходной позиции к новой, оказываются чётные. Что такое чётная перестановка? Это особенное понятие в теории группы. Да. И вот чётное на чётное всегда даёт чётное. А требование перейти от вот такой к такой, это требование изменить как бы так, что перестановка окажется нечётная. И поэтому она никогда не осуществима. А-а-а. Если ты учишься в региональном вузе, где тебе математики там реально не хватает, потому что, например, уже нет преподавателей, ну, на 15-20 тысяч в месяц очень трудно жить, поэтому из вузов преподаватели постепенно уходят. И вот у тебя, как бы, кто-то ведёт, он сам путается в понятиях, и вот тебе нужно добрать. Вот ты берёшь эту книгу и читаешь. Вот. И ты её, как бы, то есть, студентам я могу рекомендовать всем, всем, кто на математических специальностях, если студент не понимает, там, первые сто страниц – плохой студент. Угу. 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 Ну, сейчас никого не отчисляют, понятно, время такое, но вообще говоря, он, как бы… Вот. А это, это прекрасное пособие в помощь. Вот. То есть, это такая… это, как бы, то, что началось с филиппской школы. Да. Когда Михаил Викторович Паваляев меня позвал вести 100 уроков математики, я их отвёл за пять лет с конкретной группой из трёх лиц, да, там, помнишь, школа маленькая, там всего-то было 30 человек, школьников. Я отобрал маленькую группу и с ней занимался. И после этого возник, соответственно, в интернете этот курс. Сейчас есть бизнесмен Рамиль, мой друг, который, значит, оплачивает, меценат, он, значит, такой на очень хорошем качестве запись с конспектом упражнения, такой целиком курс, видеокурс. Ну, видеокурс – это такая штука, да, для любителя, то есть, для очень, опять же, мотивированных людей. Книгу читать более удобно, чем видеокурс смотреть, поэтому мы решили, что на бумаге тоже там можно. Ну, как бы, опять же, кто-то хочет туда, чтобы сюда, да. Мне очень понравилось, как вы рисуете на стекле, который… Да-да-да, так это и есть. Классная доска, правда? Ну, постепенно, пока я не умер, добьём, наверное, это со временем, с годами. Ну, а 100 уроков в старом виде, они и так есть, на филиппской школе. Ну, и вот это, собственно говоря, их конспект. Полный конспект, очень сильно дополненный. Например, в конце, там, всё время множество, по-моему, да, или что там в конце? Я уже не помню. Нет, комплекса экспонента… Нет, где-то, по-моему, есть… В общем, знаете, можно сравнить программу, сравнить программу с программой 100 уроков, там будут некоторые новые… Новые разделы… Бинарных отношений не было. Это вот где-то, как раз, добавка, да, перестановки… А, вот, вот этот вот раздел 11.1, теория множества отношений функций, его, по-моему, не было в 100 уроках. Ага. Так, я не мог не заинтересоваться кузнечиком, но… Да, это, опять же, визуальное сопровождение наибольшего общего делителя. Ну, вот, что происходит, да, как он прыгает, там… Ну, тут, правда… А, прыжки… Не нарисовали, но ничего. Нарисуют все читательские, да. Может быть, это интуитивно понятно? Да, 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 ну да, тут подробно описывается, как это происходит. Дело в том, что наибольший разделитель и вообще всё, что связано с делимостью, это очень сложно. И это сложно не только детям, но и их родителям. Кстати, для родителей тоже советую, потому что, если у вас ребёнок умный, а вы глупый… Эй, он собирался запустить часы картошкой. Это невозможно. Ну, вам надо как бы умнеть, да, иначе будет стыдно уже в четвёртом классе когда он будет. Пап, реши задачу, мам, реши задачу. Что-то я как баран смотрю в неё, да, и не могу решить. Ну, я-то нет, но, в принципе, такая ситуация частая, частая с родителями. Я так начал делать, когда Миша стал носить задачи из 179-й школы в 8-м, 9-м классе. Ммм, пап, я не могу, да, я сейчас не могу. Ну, в 11-м уже наоборот. Миша, я не могу. А, нет, просто. Вот. Ну, вот тут всё-то открыл, да. Образуют ли многочлены x3 плюс x2 минус 1, x2 минус 2x, x3 плюс x, x2 минус 3 и базис в пространстве P3. То есть многочленов не больше, чем 3. Ну, вот по количеству как бы совпадает с размерностью, но хрен их знает, надо проверять. Это ли не наоборот. Вот тут вот. Удачи, удачи идут. И это поворот вокруг точки С, которую вычисляют некой очень сложной процедурой на угол life плюс бета. Либо это параллельный перенос, если сумма углов равна нулю. То есть если туда и обратно. Чё-то я не верю. Здесь обратно. Ну вот смотри, беру точку. Вот тут, например, беру точку и совершаю вот такой поворот всего листа. А потом беру здесь точку и совершаю обратно, но относительно другой. Что вообще произошло с листом? Оказывается, он просто съел. Введение математики, оно и есть. Введение математики. Прочёл, потом берёшь настоящие книги и уже изучаешь. Все покупайте. Первый тираж вообще мы собираемся целиком пустить в перетираж. То есть как бы, как называется? Пере... Вот, короче, мы вообще не берём никаких денег. Да, то всё, что будет собрано от первого, вот этих 500 экземпляров, да? Так. Всё сразу пойдёт на новую допечатку. Хорошо. Так что разбирайте первую партию, будет дальше ещё. И читайте бумажные настоящие книги. Вот, конкретно это тоже читайте. Продолжение следует... Продолжение следует...